Начнем. Расскажите, какой математикой вы занимались до университета? Что-нибудь знали, что знали? Да, ну, в общем, я про математику и про то, что она существует, вообще особо не знал класса до пятого, наверное. А в пятом классе мне порекомендовали пойти в кружок при 2.3.9. Я туда пошел. Соответственно, там была всякая детская простая олимпиадная математика, потом, понятно, подключилась какая-то теория. И, по большей части, какие-то вещи, которые в первом семестре рассказывали на алгебре, на топологии, они в том или ином виде, когда-то уже рассказывались на кружке, например. То есть, понятно, что там, не знаю, разложение брани, кто не будет на кружке рассказывать, наверное. А какие-то общие понятия про теорию групп, ну, окей. Ну и, соответственно, классы с восьмого небольшие куски теории были, были на кружке и были в школе, и они, в принципе, в первом семестре чуть-чуть помогали, но скорее увеличили понимание. А на кружке вы там были самым умным, не самым умным? Как это было? Ну, нет, не самым умным, конечно. Ну, в общем, я старался решать задачи, решал их довольно много, вот, но не находился прямо в верхушках-верхушках рейтинга. То есть, я какое-то время делал теорию еще, на самом деле. То есть, очень многие, насколько я знаю, на теорию забивали, а я старался в какой-то момент задачи на теорию решать, может быть, даже больше, чем те, которые были остальные, особенно в лагерях. Ага, прикольно. Наверное, это помогало. А в олимпиадах вы там как, побеждали, не побеждали? Ну, вообще, вроде, на факультет было сложно сейчас поступить, если нет никакой олимпиады. Не, ну, я не знаю, раз ты говорила олимпиады. Ну, понятно, да, нет. На всех это даже не проходил, вот. Но регионы, ну да. А, понятно. Ага. Ну да, вот ясно все. А сами вы считали какие-нибудь книжки по математике, которых не было бы на кружке? В лагерях действует хорошая система, там людям, которые верхушка рейтинга, их в конце приглашают, ты заставляешь взять книжки тебе в конце лагеря. И, соответственно, чем выше место, тем лучше книжки тебе дают. Но книжки это здорово, поэтому как бы можно задача решать, получать книжки. И вот там выдавали, почти всем в итоге давали тома Зорича, мне кажется, это было классно в девятом-десятом. Вот их я читал, и первый том, и кусок второго даже, кажется, там, как кто-то брал тысячи в лотилет, это еще что. И в целом бы так это всегда по чуть-чуть, какие-то знания были, но не было такого, что прям сижу, читаю там, не знаю, книжки по топологии в девятом классе нет, конечно. Но так и не должно быть. Никто не читает книжки сначала до конца. Как бы все книжки читаю, открыл, почитал, там, закрыл, потом снова открыл. Да, но вроде про школу все понятно, а в университет, значит. Вот пошли в университет, и у вас там первый семестр, как бы, как сложно было, просто? Ну, я не скажу, что было просто, я не скажу, что было очень-очень-очень сложное. То есть, наверное, это еще связано с тем, сколько я всего делал в первом семестре, и, в принципе, можно было бы делать гораздо больше. А зачем? Зачем? Ну, не знаю, там, больше рейтинга получать, что стипендию получать. Ну, я и так справился, но все равно. Там, не знаю, еще учить что-нибудь там. Кто-то, я знаю, даже курсовые начинают писать, в первом семестре садиться, что-то открывает, начинает этим заниматься. Вот. Но сложности, наверное, были в основном с тем, что ты приходишь в 9 утра на пару, едешь туда полтора часа, садишься, и через 10 минут засыпаешь просто, потому что скучно, и у тебя весь день после этого пропадает, потому что вроде бы надо послушать и что-то запомнить, но вообще не получается. И, наверное, это прям очень сложно. Вы пробовали не ходить на пару, а потом читать конспект? Ну, естественно. Ну, смотрите. В общем, я думаю, что у каждого есть там какая-нибудь лекция или курс, по которому он примерно ничего не делает по каким-нибудь разным причинам. Либо там лекторы не понимают, либо лень в 9 утра просыпаться, либо еще что-то. И вот у меня в первом семестре по большей части это с алгеброй так было. То есть я в начале года ходил на все, ну, почти на все. На практике ходил все время, а на лекции по алгебре, ну, потом почти не ходил. И, соответственно, денег, ну, там, за три дня до экзамена я открыл конспект, чтобы подготовиться, и понял, что, ну, какие-то вещи я выборочно знаю, а вот разложение бра, например, я на лекции не слушал, вообще знать, не знаю, что такое. Вот, ну, пришлось как-то очень экстренно готовиться, но вроде бы проблем не было. Да, то, видимо, дело в том, что вы большую часть курса алгебры уже знали. Ну, нельзя сказать, что то, что рассказывали в школе, рассказывали на кружке, какие-то прям глубокие, фундаментальные знания, и что это можно спустя три года взять и рассказать, никогда мне не ходил на лекции. То есть такое вряд ли случить. Нет, ну, там, понятие группы вы уже знали, там, веханного пространства, все. Ну, да, да, да. То есть это где-то все сидело в голове, и, наверное, это просто добавляло понимание. То есть если мне дают задачу, я, наверное, смогу ее решить. Как ты там по старой памяти, грубо говоря. Хорошо. А каких-то углубленных нет. К экзаменам подготовились хорошо? В смысле, вы все выучили или не все выучили? Да, на самом деле. Ну, я с большим трудом могу готовиться к экзамену плохо. То есть если я открываю какой-то конспект с осознанием, что вот мне нужно подготовиться за три дня, я ничего не знаю, то я не могу там почитать куски презентации, не знаю, слайдов, отодвинуть все это куда-нибудь, потом пойти на кровати лежать. То есть я скорее там умру и прочитаю все это хорошо, а потом приду на экзамен, его не сдавну, с осознанием, что я сделал все, что мог. Там на лехтое не ходил, но хотя бы конспект прочитал. Сейчас я это все уберу куда подальше. Вот. Ну, к экзаменам было сложно готовиться на самом деле. То есть по алгебре мы готовимся вот с товарищами тоже, с одноклассниками, с душными, но не с одноклассниками. Готовились часа, дня три, часов по 12, по 16. Вот так вот. То есть прям много-много. А как вы готовились? Вы просто читаете или потом как-то еще специально запоминаете, выучиваете? Ну, вот в конспекте есть там места, которые ты очень хорошо знаешь и кучу задач на них нарешал. Их можно просто глазами пробежать. Есть какие-то места, которые на лекции ты никогда не слушал, потому что пропустил ее или потому что не ходишь и задач почти не придумаешь. Ну, там разложение всякие, например, из алгебры. Их нужно сначала прочитать, понять, что происходит, сходит потом попытаться рассказать кому-то другому. То есть вот я бы один к экзамену не ставился бы готовиться, потому что я все не заставил, наверное, там сидеть за часов. А во-вторых, потому что мнения и жене нету. То есть ты думаешь, ты что-то знаешь, потом приходишь на экзамен и как бы ничего сказать не можешь на эту тему. Вот так ты вроде бы уже друзьям порассказывал и понимаешь, где знаешь, где не знаешь, что лучше говорить, что лучше не говорить. Да, понятно. Какие-то такие вещи. Получается, что вы устно рассказываете. Я просто знаю, что какие-то люди, я помню, при подготовке к экзамену переписывали конспект, например, целиком. Или какие-то свои записи делали дополнительные. То есть вы скорее устно, получается, пересказываете? Да. Ну, вообще, мы не только устно, сколько в Телеграме там условно проделываем. То есть вот, да, прочитали конспекты, там сначала там тезис на один вопрос, потом человек задает вопрос по месту, которое он не понимает, на него отвечаешь. То есть такая мини-модель экзамена в Телеграме. Вот получается довольно неплохо. То есть удаленно, то есть это как бы не личное общение, а через Телеграм. Добавно. Нет, нет, да. Ну вот это и помогает, на самом деле. Причем, если зрительная память хорошая, то ты сидишь на экзамене, видишь формулировку вопроса, и там условно закрываешь глаза и вспоминаешь купок переписки или там, не знаю, кусок лекции, которые прислали друг на кругу. И можно просто писать. Ну, хорошо. А во втором семестре как вошло? Вот в первом семестре наверное много знали, а второй? Вот, ну, во втором я ничего не знаю. Ну, то есть в школе такого не рассказывали почти никак. И сейчас дистанционное обучение. Понятно, что там внесло свои коррективы в просыпание в 9 утра. То есть я, на лекции по расписанию не хожу почти совсем, потому что у меня режим сломался совсем полностью. То есть я стараюсь посмотреть в записи, стараюсь читать конспекты, но вот так вот сесть и прослушать лекции от начала до конца, это как-то перестало получаться. Но в целом понятно, что есть какие-то предметы, где там лучше получается, где хуже получается, где больше знаешь, не меньше знаешь со школы, но кажется, что если задачи решать, то в принципе становится понятно, где проблема, где нет. А вы лекции слушаете на той же скорости, что записывается или вы быстренно? Нет. Ну, вообще по-разному. То есть чаще всего там на 1.25, на 1.5. очень редко, когда на 1. Вы пока ведь не отстаёте, да? То есть как бы у вас нет ощущения, что вы отстали от программы? Да нет. Ну, вообще есть по некоторым предметам. Ну, вот, например, понятно, что в летней сессии будет 6 экзаменов, да, и быть готовым ко всем 6, хотя бы хоть как, кто очень сложный, например, особенно если на лекции не ходишь в 9 утра, а потом их там в 11 вечера смотришь на ютубе или вообще не смотришь. Вот. То есть, наверное, я понимаю, что с алгеброй у меня опять проблемы возникнут вполне себе, потому что вот я там читаю конспект, читаю конспект, например, но чтение конспекта не очень много даётся. А на что вы задали первую сессию? 5-5-4-4. А 4 за что? Да, алгебру и за нерешение задач в этапологии. Ага. Ага. Да, понятно. Так, чего ещё спросить вас? А, вот задача на рейсинг вообще как? Много решаете, мало решаете? Вот сейчас конкретно? Ой, ну, вот сейчас вот у нас кажется, что дедлайнов не так много, как было. То есть, кажется, всего 5. И они не в один день даже, поэтому я вот в последние дни начал наверстывать упущенное с рейтинга, вот там, кто-то по топологии что-то отправлял вчера, пал, либо что-то пришел. И вообще, в принципе, наверное, даже есть какой-то совет людям, которые либо испытывают какие-то трудности с предметом, либо которые ничего не знают, либо которые всё знают, нужно не бояться рейтинга. как бы рейтинг зачастую помогает гораздо больше, чем зачет. И обычно рейтинговая задача это задача чисто на понимание чего-то. И, в принципе, если не ходить на лекции, там, не знаю, не читать конспекты, но решать рейтинг, то, наверное, это заставит тебя открыть конспект, его прочитать, что-то понять, и потом на экзамен ответить на какой-то вопрос на понимание. То есть, они на самом деле какой-то большой вклад в понимание предмета вносят. эти рейтинговые задачи. Ну, понятно, что они как бы не решают зачастую. Ну, вообще, полезно решать задачи, которые сложнее, чем вычислить на упражнение. Там неизбежно приходится что-то понимать. А если что-то понял, то это проще запомнить. Вот. Ну, не знаю. Просто я знаю людей, которые вот там хорошо решают на зачет, например, на рейтинг вообще не открывают. То есть, у них вроде бы с одной стороны очень хорошее понимание предмета, там они там все лекции смотрят, экзамен опять сдают, но рейтинговые задачки вообще не трогали никогда. И то есть, в принципе, они, ну, как бы просто учатся. Видимо, не очень планируют дальше, как человек... может бояться просто. Я думаю, просто бояться. Страх неудачи. Начнешь решить, и не получится. И обидно будет. Так за счетом так же работает. Вот яркие примеры. Это Матан в этом семестре. Там в листике рейтинговая часть идет в зачет и в рейтинг. Одновременно. И можно решать просто рейтинг, получить зачет. и это, в принципе, простимулировало кучу людей сейчас, насколько я понимаю, почти полностью забить на зачетные задачи и решать чисто рейтинг. Потому что, ну, как бы, в чем смысл решать зачет, если рейтинг, он вклад и туда, и туда дает. Да. Вроде все. Вопросы у меня закончились. Если что-нибудь еще хотите там, я знаю, сказать, пожелать людям. А вообще, для какого круга слушателей записывается все это? Я не знаю. Ну, потом на YouTube положить, кто-то будет смотреть. Окей. Ну, смотрите, в идеале это, как бы, там, часть рекламной кампании факультета, да, что, смотрите, как бы, вот у нас можно учиться и можно не вылететь. И для этого не то, чтобы нужно какие-то сверхусилия прикладывать, нужно просто нормально учиться. Вот. потому что, то есть, была какая-то проблема, по-моему, когда-то говорили, что маршкольники боятся к нам идти. То есть, люди там маршколы закончили, их там в кружки ходили, а боятся идти, потому что, ну, вдруг там, я не знаю, все совсем сложно. ну, вообще, в моем понимании, люди, которые вылетели до момента сейчас, это люди, которые либо просто случайно, потому что не в то место, в плане, там, вообще не планировали, что им будут 10 кристов, сейчас скажут, что вот решайте. Либо люди, которые, в принципе, очень умные, там, не знаю, были топами кружка, ездили на Олимпиады, проходили на сервис, в отличие от меня, и они решили, что они так все знают, им все это рассказывали, они ничего не будут делать вообще. А потом, вот есть люди, которые могут к экзамену готовиться, то есть, вот открыть, реально сидеть, читать, а есть, которые не могут к ним готовиться. Вот если человек очень умный, не может к экзамену готовиться, и он ничего не делал, то, наверное, он может вылететь. Вот. Ну, вот опять же, бывший одноклассник, который с нами вместе сюда пришел, он там пристер в сервис, и все дела, но он вылетел уже. Потому что, он ничего не делал, потом все не заставил просто. А люди, которые, в принципе, не хотят вылетать, но ничего не делают, они, наверное, и не вылетят сейчас. Ну, то есть, всегда можно там конспект открыть, всегда можно почитать, не знаю, всегда можно списать, даже в крайнем случае. Ну, в общем, видимо, да, главное просто не отсагивать в последний момент. То есть, я хоть что-нибудь делаю в течение семестра, то уже как-то потом все проще. Ну, да, я думаю, так во всех вузах. Если что-нибудь, не знаю, у нас большие коррективы вносит система листочков в обучение. Потому что, когда постоянно есть что решать, иногда случается момент, когда ты не хочешь ничего решать, и все откладываешь на последний день, вот когда-то происходит, становится очень плохо. ну, вот условно, я там в этом семестре сложил какие-то листочки в день дедлайна, и потом полтора месяца съел, и все листочки сдал в день дедлайна. Потому что их же там еще решать надо, ты решаешь, 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 проходит дедлайн, ты сдаешь, уже на высотечек далее. А вот если делать тебе в день дедлайна, хотя бы за два дня до него, то очень просто становится после этого на фоне, потому что вызвать. Ну, в этом тоже идея, что вы должны как-то научиться распределять свое время. Ну, и более-менее все там через год обучаются. Как-то. Ну, главное не вылететь до этого. Ну, да. Ладно, хорошо, большое спасибо. Тогда я за всю дешевую. вам спасибо. До свидания.